Добрый вечер всем! Сегодня 10 сентября 2020 года. Эксперт правозащитной организации. Я, Захарова Лариса, совместно с адвокатом Пермского края, прибыли сегодня сюда для оказания юридической помощи троим осужденным. Однако, нам уже почти что разрешили свидание. Уже была резолюция проставлена, но вдруг пришел заместитель начальника другой, который сказал, что свидание нам предоставлено не будет, так как осужденные отказались от нашей помощи. Значит, один якобы убыл в лечебно-исправительное учреждение. Ну, мы не знаем, может, действительно это так. Другой отказался от встречи со мной, хотя у нас есть заявление в нашу организацию о том, что осужденный просит считать все отказы от помощи правозащитников, от моей помощи, от адвокатов и членов общественной наблюдательной комиссии, недействительными, и просит считать их полученными под давлением. Другой осужденный, который якобы отказался от адвоката, от встречи с адвокатом, находится здесь уже более 4 лет. Как нам известно, со слов родственников, ему длительное время не оказывают надлежащую медицинскую помощь. Он находится в инвалидной коляске после пыток, по имеющейся у нас информации, после примененных к нему пыток жестокого обращения в тюрьме города Минусинска, где он провел около 5 лет по приговору суда. Кроме того, осужденный, как нам сказали, не может даже держать стакан, что у него есть диагнозы, которые подпадают в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, но ему администрация препятствует в подаче такого ходатайства, препятствует в направлении его на медицинское обследование, на лечение, на инвалидность, мотивируя тем, что он не имеет паспорта, не документирован никакими документами об установлении личности, и что является также незаконным. Таким образом, данными отказами сегодня мы стали опасаться за жизнь и здоровье этих осужденных, так как мы понимаем, каким образом получаются такие отказы, и эта практика сейчас повсеместно распространяется, как в Владимирской области, так и здесь, видимо, в Кировской области. Исправительная колония номер 6 славится своими жестокими порядками. Это печально известная колония, колония особого режима, где находится областное ЕПКТ, куда привозят несговорчивых осужденных. Кроме того, нам известно, каким образом осужденных выбивают отказы от адвокатов, от любых действий по защите их прав. Мы сегодня вынуждены были обратиться в следственный отдел по городу Амутнинску, также в прокуратуру, кроме того, в другие надзирающие органы будут сейчас поданы жалобы, конечно же. Мы намерены и дальше осуществлять защиту этих осужденных, посещать их по возможности здесь. Как известно, один из моих подзащитных ждал, меня ожидал, потому что его родственники направляют здесь местного адвоката, от которого известно, что он меня ожидает. Почему он отказался, остается загадкой. Кроме того, осужденный, к которому прибыла адвокат по нашей просьбе, также нуждается в юридической помощи. Он находится под вниманием правозащитников, как нам сказали. Но мы его впервые посещаем, так как к нам родственники обратились уже, которые не знают, потеряли надежду на всякую поиск правды, на защиту на его. Мы в дальнейшем будем обращаться в судебные органы по поводу того, что нам отказали во встрече с осужденными. Мне отказали во встрече с этим лицом без гражданства на основании того, что у меня не заключено с ним соглашение, хотя я не являюсь адвокатом. И я являюсь просто юристом правозащитной организации. Но неоднократно судебными инстанциями были вынесены решения по другим колониям, где причины такого отказа признавались незаконными. Кроме того, нам известно, какими жестокими порядками исправительная колония номер 6 под названием «Черный дятел» славится тут на протяжении уже 19 лет. Это практически бывшая наша ИК-63 города Ивдин. Там также, как нам известно, имеются осужденные активисты, применяют пытки током со слов осужденных, которые, бывших осужденных, которые освобождались. Мне говорили, что и одного из моих подзащитных здесь пытали током и пугают помещением в штрафной изолятор, где, видимо, неизвестно, что происходит. Поэтому мы, конечно же, эту ситуацию будем держать под контролем. А сейчас, вот, пожалуйста, город Амутнинск, Кировская область, одно из печально известных мест пенитенциарных учреждений Российской Федерации. Всем спасибо! Мы поехали дальше и будем дальше работать.